С новостями к данному часу. Вера Захарчук, студия. Доброе утро. Сегодня в столице стартует официальная информационная кампания Астанинского экономического форума 2018. Мероприятие называют центральным деловым событием этого года на евразийском континенте. Свои участия в форуме уже подтвердили экс-президент Франции Франсуа Оланд, восьмой генсеку ООН Пан Гимон, физики и футуролог Митю О'Каку, а также бывший председатель Голдман Сакс Джим О'Нил. Кроме них в списке приглашенных известной политики – ученые, экономисты, журналисты, представители международных финансовых институтов и бизнес-элит. Одной из центральных тем Конгресса станет вопрос, как создать успешный мегаполис в 21 веке. Одиннадцатый по счету Астанинский экономический форум будет проходить в течение двух дней – 17 и 18 мая. В Павлодаре запустили многофункциональную систему «Смарт Павлодар». Она разработана с учетом всех рекомендаций единой концепции «Смарт-сити». Проект включен в дорожную карту по цифровизации области. Электронная система должна значительно упростить жизнь горожан, сделать доступными услуги госорганов, коммунальных и сервисных служб. В настоящее время приложение работает на 80%. Своих возможностей, но в ближайшие несколько месяцев их обещают расширить до максимума. На сегодняшний день зарегистрировано более 13 тысяч пользователей программы. В данном приложении жители имеют возможность просматривать техническую характеристику дома, данные об обслуживающей организации, сервисных компаниях. Кроме того, в онлайн-режиме может подавать заявки в обслуживающие предприятия, в коммунальные службы города. Также формируется список этих заявок на админпанели отдела жилищной инспекции, то есть эти заявки контролируются нами. Плановые ремонты коммунальных служб также публикуются. Это отключение тепловодоснабжения, ремонт для работы КСК. Уже запланировано обновление на второе полугодие, поэтому программа сейчас запущена в основном функционале, то есть все ГУ запущены, чтобы они могли отрабатывать. Далее будут расширения еще и в частный сектор уходить, то есть там будут добавлены курсы валют, самолеты, авиарейсы и тому подобное. На данный момент все ГУ подключены, отрабатывают в своих админпанелях, и жители уже могут обращаться, исправить информацию по каждому госучреждению и также получать какую-то информацию. Ну, очередь на жилье, посмотреть, когда ребенок пришел в школу и тому подобное. В октябре в медицинском центре университета имени Марата Успанова перешли на электронные паспорта здоровья. Теперь там хранятся амбулаторная карта и история болезни пациента. Войти в информационную базу можно только с помощью личного электронного ключа. Ожидается, что в ближайшем будущем цифровые технологии полностью избавят медиков от бумажной работы, чтобы они смогли больше времени посвятить пациентам. По словам врачей, система работает без сбоев и намного облегчает их труд. На базе крупнейшей в западном регионе клиники сейчас находятся онкодиспансер и кардиоцентр. Ежегодно здесь получают лечение до 20 тысяч больных. Стационар рассчитан на 300 мест, а в поликлинике принимают до 200 человек в день. Нововведения внедряют в рамках программы «Цифровой Казахстан». В рамках программы «Цифровой Казахстан» электронный формат работы переходят и медицинские учреждения приоралия. В регионе завершена работа по созданию электронного паспорта здоровья населения. Повсеместно внедряется мобильное приложение «Дому Мед». Сейчас активными пользователями программы стали сельские жители. К примеру, в Аральском районе возможности электронных медуслуг смогли оценить свыше тысячи пациентов, прикрепленных к местным учреждениям здравоохранения. К слову, на сегодняшний день 11 врачебных амбулаторий, центральная и три сельские больницы, обеспеченные компьютерной техникой до конца месяца. Ими оснастят оставшиеся 36 медицинских постов. Сейчас мы используем все ресурсы. Создали мобильную группу, которая разъясняет операторам-программистам возможности мобильного приложения «Дому Мед». Помогаем жителям отдаленных сел подключиться к данной программе. Сегодня в службе центральной коммуникации состоится пресс-конференция, посвященная новым проектам партии «Нур-Атан». В ней примут участие первый заместитель председателя партии Маулина Шимбаев, заместитель премьер-министра Оскар Жумагалеев и глава Национальной палаты предпринимателей Аблай Мурзахметов. Известно, что речь пойдет о развитии информационных технологий, повышении цифровой грамотности населения, поддержке малого и среднего бизнеса, а также реализации программы «Рухани Жанхару». В Павлодаре тестируют новую услугу в работе дошкольных организаций. Уже скоро родители, подавшие заявку на место в детском саду, начнут получать электронные письма и СМС-уведомления на получение путевки. Такое новшество обеспечит равномерное распределение свободных мест в дошкольных учреждениях. Процесс будет регулировать систему автоматического управления очередью. В нее интегрируют все детские сады области. Специалисты уверяют, что благодаря нововведению в системе дошкольного образования будет исключен перебор или недобор детей в группах. Информация о появившемся свободном месте в том или ином детском саду сразу же поступает в базу данных, которая моментально предлагает его очередника. Родителям стоит лишь принять или отклонить предложение. Возможности программы также позволят ставить детей в очередь в детский сад, не выходя из дома. По аналогии электронной системы ЕГОВ. Направление получает он в виде кода, с помощью которого в течение трех дней родитель обязан подойти в дошкольную организацию и зарегистрировать этот код. Преимущество в том, что полностью контакт с сотрудниками отдела зашкольной организацией у родителя уже исключен. На данный момент проходим аккредитацию на подключение к государственным базам данных в республике, после чего, получается, будет уже полный ввод в эксплуатацию для граждан. Ориентировочно это у нас стоит запланированная подружная карта на 1 августа этого года, соответственно. В Актау в рамках реализации пяти социальных инициатив президента планируют построить новый университетский городок. Территорию под будущие объекты уже определили. Кроме этого, на базе Мангосталского гуманитарного технического университета откроют новый Казахстанский морской институт. Он будет оснащен современным исследовательским центром. Обучением займутся зарубежные и казахстанские преподаватели. Студентов обеспечат общежитием квартирного типа на полторы тысячи мест. Это инвестиционный проект. Мы намерены построить кампус, общежитие, служебные квартиры для преподавателей. Замысел масштабный. Материально-техническая база будет отвечать всем требованиям международного образования. Три студенческих общежития на 1300 мест построят в Таразе до 2020 года. Новые дома для учащихся появятся при двух государственных и одном частном вузах. Госуниверситеты намерены реализовать строительство за счет механизма ГЧП. Сейчас вузы в активном поиске инвесторов. Анастасия Сулейманова с подробностями. Индира Сардарова с детства мечтала стать туроператором и открыть свое дело. Год назад девушка поступила в Таразский государственный университет и сразу подала заявку на общежитие. Но мест не оказалось. Пока ей приходится арендовать жилье и платить за учебу. В месяц набегает неплохая сумма. Квартира обходится в месяц 35. Еще плюс нужно покупать продукты питания, проезд. Очень трудно, тем более я учусь на платной основе, нигде не подрабатываю. Спасибо родителям, что помогают. Было бы хорошо, если бы построили обшитие. Для всех же студентов хотела бы место. Агирим Молдасан повезло больше. Девушка второй год живет в общежитии. Плюс учится по гранту. Девушка приехала из Алматы и осваивает нефтегазовое дело. Создан весь комфорт для учебы и проживания. У нас имеется читальный зал, который оснащен компьютерными технологиями. Плюс имеется у нас Wi-Fi сеть. Для поддержания здорового образа жизни у нас предусмотрен теннисный зал. В месяц мы платим 2,5 тысячи тенге и в год получается у нас 25 тысяч. При Тарасском государственном университете имеется два общежития. Но мест все равно не хватает. Жильем обеспечены 580 студентов. Еще 657 человек стоят в очереди. ВУЗ построит еще одно общежитие за счет механизма государственно-частного партнерства. Университет готов софинансировать 50% от строительства данного объекта за счет внебюджетных средств ВУЗа. Конечно, нам нужен инвестор. Мы официально обратились к Акиму Шамбулской области с вопросом о том, чтобы он оказал содействие по инвестору. Примерно стоимость этого общежития на 500 мест, это пятиэтажное здание, будет где-то около 1 миллиарда 350 миллионов тенге. До 2020 года в Таразе возведут три общежития. Новые студенческие дома на 1300 мест появятся в двух государственных и одном частном ВУЗе. Анастасия Сулейманова, Тимур Сиевхан, Руслана Хатила, Тарас, Хабар, 24. 120 компаний из северных и восточных областей республики готовы принять на работу 4,5 тысячи специалистов из Южного Казахстана. Агрономы, животноводы, механизаторы, врачи, учителя-предметники – это самые востребованные кадры. Поэтому работодатели готовы обеспечить их не только работой и бесплатным жильем, а их детей местами в детских садах и школах, но и обещают социальные пакеты. О привлекательных условиях бизнесмены рассказали на специально организованной ярмарке вакансии в Сайранском районе Южноказахстанской области, на которую пригласили всех желающих. По статистике, только в этом районе в ЮКО зарегистрированы 3700 безработных. С 2015 года в рамках госпрограммы по переселению из трудоизбыточных регионов на север уже переехали 347 южноказахстанских семей. Это около полутора тысяч человек. Нам нужны учителя математики, русского языка и литературы, фельдшеры, агрономы. Очень востребованы специалисты сельского хозяйства. Для них мы приготовили 20 домов. Я раньше работала на госслужбе. Опыт есть. И теперь вот приглашают на работу в Павлодар, Северный Казахстан. Поступило много интересных предложений от работодателей. Поэтому планирую переехать с семьей. За одну неделю для 150 сельских жителей Актюбинской области нашли постоянную работу, а 87 малообеспеченных семей получили финансовую поддержку. Таким образом, в регионе решили противодействовать экстремизму и терроризму. Проект «Общественная безопасность населения» реализуется по поручению главы государства и направлен на решение актуальных проблем жителей. Районы области посещают специальные группы, медики проводят осмотры и операции. Эксперты дают советы по развитию сельского бизнеса. Фермерам помогают наладить деловое сотрудничество с крупными компаниями. Сами жители активно участвуют в мастер-классах и подают заявки на получение субсидий. Мы провели семинар-мастер-класс по красоте, ознакомили жителей с тем, как можно открыть свой салон красоты, парикмахерские. Кто уже работает в этой сфере, получили небольшие мастер-классы по визажу и парикмахерскому искусству. «Мы видим охват уже в более таких новых сегментах. Это открытие спортивных клубов, это открытие центров развития, открытие объектов придорожного сервиса. То есть много ниш, где, если поработать, можно найти для предпринимателей новые проекты». Фермеры Южно-Казахстанской области приступили к посеву хлопчатника. Так, в одном из кооперативов Макта-Аральского района под хлопок отвели 500 гектаров. Предпочтение здесь отдают турецким и китайским семенам. Агрономы говорят, что местные сорта дают почти в два раза меньше урожая, чем импортные. Всего в этом году в Макта-Аральском районе хлопчатником планируют засеять около 90 тысяч гектаров. Это немногим меньше, чем годом ранее. «Турецкий сорт мы уже экспериментально сажали в прошлом году. Он и высокий урожай дал, и волокно качественнее. Дает 37-40% волокна. Поэтому решили в этом году больше земли под этот сорт отвезти. Государство выделило льготный ГСМ и минеральные удобрения». Западная коалиция должна остаться в Сирии и после разгрома Тегил. Об этом заявил президент Франции Мануэль Макрон в интервью американскому каналу Fox News. По мнению лидера Пятой Республики, только присутствие в Арабской Республике войск США и европейских стран позволит сирийцам построить новое государство. Напомню, ранее Мануэль Макрон заявил, что именно он убедил президента США Дональда Трампа оставить американский воинский контингент в Сирии. Глава Белого дома при этом заявляет, что США могут скоро покинуть страну. США, Франция и наши союзники, все страны региона, Россия и Турция должны и после завершения войны с ТГИЛ продолжить влиять на ситуацию в стране. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ. В Бразилии заключенных отпускают на свободу. Раньше срока. Причина переполненной тюрьмы. Во многих учреждениях закрытого типа попросту не хватает места для всех нарушителей закона. Преждевременная амнистия для заключенных, акт гуманности или ошибка, выясняла Анна Орлова. Для жителей бразильских городов и фавел и без того уставших от постоянных перестрелок и краж, освобождение раньше срока сразу нескольких десятков преступников может стоить очень дорого. Как минимум, местные группировки от такого необычного подарка юристов и полиции могут запросто потерять голову, запустив в регионе новую волну наркоторговли, грабежей и угонов. Беспокойство людей вполне обосновано. Преступники и так не отличаются нравственными рамками, а тут еще их просто так выпустят на свободу раньше срока. Чувство безнаказанности может запросто породить волну агрессии и беспредела. Ну а к чему это может привести, рассказывать не стоит. Это может быть неуправляемый гангстерский террор. Власти спешат успокоить. По их словам, программа продумана до мелочей. Преступников не будут отпускать на свободу в классическом понимании. К ним прикрепят браслеты электронного контроля, дабы отслеживать перемещение человека. Им будет запрещено покидать пределы своего жилища, а также поддерживать прямые контакты с бывшими подельниками и компаньонами. Ряд юридических правил, которым надлежит следовать экс-осужденному, будет прописан в отдельном документе. Малейшее нарушение хотя бы одного из пунктов автоматически переселит преступника из привычной квартиры в камеру. Места в таком случае обещают найти всем. Еще в 2015 году прокурор Санта-Катарины предложил провести соответствующие реформы, направленные на увеличение мест в тюрьмах. Реформы провели, но по иронии вместе с увеличением числа камер почему-то увеличилось и количество осужденных. Их стало прибывать еще больше. Поэтому расширение тюрем – это не выход. По словам судей, освобождение заключенных не будет меры немедленной. Если преступнику, прибывшему к месту отбытия наказания, не найдется камера, в ближайшие 72 часа он проведет в режиме ожидания. Если же места появятся в других тюрьмах, его переведут туда. В целом, оригинальный подход к системе наказания для Бразилии не новинка. Несколько лет назад здесь уже отправляли арестантов домой раньше времени, правда с одним условием – им предлагалось заменить наказание чтением. За каждую прочитанную книгу заключенному сокращали срок на четверо суток. В год разрешалось читать не более 12 книг. Следовательно, прилежный заключенный мог выйти на свободу раньше на 48 дней. Но по оценкам социологов, выбирая между свободой и неграмотностью, большинство бразильских осужденных тогда отдавали предпочтение последнему. Анна Орлова, Дмитрий Лукша и Жуэль Францони для Хабар-24, Бразилия. Могилу погибшего под Одессой казахского бойца из Атырау нашли 74 года спустя. Все эти годы Байдула Усов считался без вести пропавшим. Он был дважды награжден медалями за отвагу и за боевые заслуги. Узнав о месте гибели дяди в годы Великой Отечественной войны, 90-летний житель Атырау Зейнула Бустаев отправился в Одессу. С Аксакалом встретилась наш корреспондент Аида Катарбай. Байдула Усов ушел добровольцем на войну, когда ему было всего 17 лет. Чтобы быстрее попасть на фронт, он изменил дату рождения на год раньше, с 1925 года на 1924. В 1942 старший сержант прислал письмо о том, что получил небольшое ранение. С тех пор никакой информации о нем не было. Долгожданную весточку семья получила недавно. В местной Атраусской газете вышла статья о погибших земляках. Место захоронения – Одесская область, село Богословка. 90-летний житель Атрау Зейнула Ата вместе с внучкой Анель сразу же отправились в путь, чтобы поклониться могиле родного дяди. Мы сходили на могилу, плакали, что свежие были. Моя мечта уже исполнится, понимаете. Все работники, все, не знаю, нас встречали как героев, хотя заслуги наши никакой в этом не было, конечно. Мы привезли землю с могил родителей Байдоша. И нам сказали, что дед отдал жизнь, освобождая их землю. Ну, это, конечно, я так сильно не переживала, но у меня только было облегчение. Это какая-то, наверное, связь сакральная, что мы должны искать своих предков, обязательно отдавать им почести. В процессе поиска активно принимали участие как казахстанская, так и украинская стороны. Председатель Харьковского общества земляков-казахстанцев Мака Каражанова нашла ценный документ о том, что казахский герой Байдош дважды награжден медалями за отвагу и за боевые заслуги. Командование пишет об особой храбрости казахского бойца, рассказала украинский поисковик. Аида Кадырба и Михаил Мищенко, Хабар, 24, из Украины. Диковины цветы, деревья и птицы. Художник из Дании создал в Мехико футуристический ботанический сад, используя исключительно пластиковые отходы. Его целью было призвать людей заботиться об окружающей среде и сдавать мусор в переработку. Десятки волонтеров в течение нескольких часов собирали пластиковые контейнеры и пробки от бутылок в ресторанах, магазинах и на свалках. Затем их помыли и переплавили, чтобы воплотить в жизнь задумку художника. Само надеяться, что его инсталляция заставит людей задуматься о том, каким будет будущее, если люди будут продолжать выбрасывать мусор на улицы. Я назвал этот проект «Лес будущего», потому что на первый взгляд он похож на футуристический лес из Алисы в Стране Чудес. Однако подумайте, если мы продолжим раскидывать мусор по всей планете, как делаем это сейчас, то возможно, что в будущем наши леса будут сплошь покрыты отходами. Как будут развиваться события вновь покажет Хабар 24. А к данному часу я пока с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»